Всем привет, сегодня покажу рецепт приготовления бойлов на карпа как сделать плавающий попап,по простому в миску добавим одно куриное яйцо чайную ложку соли пол чайной ложки сухого чеснока запах чеснока хорошо работает по холодной воде запах чайной ложки перемешаем взвесим и добавим 30 грамм манной крупы пол часа нужно выждать чтобы манка начала работать взвесим 50 грамм семян конопли просыпаем их в разогретую сковороду и жарим их на среднем огне 3 минуты постоянно перемешиваю пока семена не начнут щелкать пересыпаем их в другую емкость и перемалываем через кофемолку если семян конопли у вас нет в продаже можно заменить на жареные семечки подсолнечника добавляем в основной состав добавляем в основной состав соевый соус соевый соус очень богат на аминокислоты такие как лизин, глицин, аланин и многие другие они дают карпу четкий сигнал что накрыли шикарный стол и пора кушать ссылку на источники о составе аминокислот в соевом соусе и какие аминокислоты нужны для карпа оставлю в описании взвесим 50 грамм кукурузной муки я буду делать попапы для этого мне понадобится корок от вина натираю его на мелкой терке хорошенько все перемешаем если состав получился немного суховат, добавим еще немного яйца если жидкий, то кукурузной муки обживающий вес вышел 255 грамм берем 10 кубовый шприц и избавляемся от верхней части взвешиваем 2,4 грамма смеси катаем бойл в диаметре он вышел 16 мм заполняем нужный вес сустава в шприц приставляем палец, давим штоком чтобы спрессовать поршень шприца обматываем синей изолентой так сказать ставим метку дальше просто заводим шприц в сустав и набираем делаем заготовки для бойлы делаем заготовки для бойлы и катаем бойлы ставим в пароварку на 10 минут и второй способ будет попроще, просто ставим бойлы на 30-40 секунд в микроволновку при погружении в воду бойл должен плавать и слегка показываться из воды он должен ставить крючок на жало такой попап хорошо подходит для рыбалки на флет кормушке как сделать такую и рецепт каши к ней есть видео, ссылку оставлю в описании на карпа я использую крючок 6 номера от фирмы Гамакатсу также понадобится 30 сантиметров побудочного материала на одном конце делаем небольшую петлю, узлом восьмерка второй конец продеваем через ушко крючка второй конец продеваем через ушко крючка примеряем сколько нужно уступить для бойла делаем намотку виток к витку до уровня жала крючка и 5 оборотов с тем же направлением намотки в сторону к ушку крючка конец поводка заводим в ушко крючка с тельной стороны насаживаем бойл насаживаем бойл с топорком фиксируем с топорком фиксируем и 5 мм от крючка ставим небольшую дробинку для того чтоб поздней осенью успешно ловить карпа нужно хорошо кормить минимум 3 дня вареным горохом или ферментированной кукурузой рецепт которой так же есть на канале ну а на этом у меня все не хвастанет чешуи и пусть только удача клюет на вашу удочку всем пока а но рецепт в в